Сегодня у нас 10 сентября 2018 года. Работаем на Саманном домике. Вот он у нас как выглядит. Там улица уже идет по деревке. Это уже второй огород сегодня. Там небольшой закончили. Дедя и Павел жил, Лапкин. Потом брат Никита Колесников. И сейчас пришлю на второй огород сейчас сегодня. Расскажи про первый огород. Как мы потерпели фиаско. Да, это точно. Очень большое фиаско. Расскажи. Мелкая картошка. Какая там картошка? Вот Игнать Иванович тут выкапывает. Старается. О, как шелестит. Вон красавец сидит. Смотрите, Игнать Иванович. Начинать. Вон, на дереве. Корша на дереве сидит. Корша, он с утра сидит уже там. Тут летела грачей, туча. И он даже не пошевелился. Однажды они курю соскали сильно. А я взял от травы привез. Крыс поймал и в крыс натолкал яд. И на дорогу, где наши не бывают, разложил. Пришел, нету. А он, видимо, съел. Жара, он на сок сел. А Павел видит, прям рядом. Телеграфный сок. Подошел по нему, по столбу бьет. Он крылья распустил и никаких. То есть он пережил, как бедоед. Его ужалит там кобра. Он отоспался и коршун также. Вот такая штука. Да, интересно. Слава Богу за все. Вон, Игнатьевич, тополь упал. Вон. Тополь упал. Да, да. Ветра-то нету. Как упал? Ну вот так в верхушку видно, что он. Как упал? Ну вот. Вон верхушка лежит. Это только бобер может так. Ну-ка. Как тут все затянуто у нас. Ну и что, с Божьей помощью справимся. Божьей. Интересно, отчего же он упал. На стоимости угла он. Хмель тут все затянул. Деревья все полез вверх. Вон, докуда аж дотянулся он. Вон, впереди, да, видно. Это вот это, наверное, да? Да, да, да. Вот оно лежит, дерево. О-о-о-о, что-то работы сколько. Да как он его так сумел? А-а-а-а. Это вот здесь. Оно стояло, видимо. Вот так вот, оно наклоненное. А вот с этой, вон, вижу, с ручки-то сколько. Ну да. О-о-о-о. Работяга. А-а-а, вон оно, грязь у него. Это он там строил всюду на дуну. Это он заготавливает тополя. Ты посмотри, как откир лезет. Сейчас поискали, что им надо. Сами к зиме готовятся, картошку копают. Вот он. А повалить-то, он повалил это два тополя рядом. Как они ровно легли-то, гляди. Один на один. Это надо? Удивительно. Такой хороший дровосек, оказался, вальщик леса. Вот оно как. Вот этот тополь один свалили. Куда-то они его уже распилили. Вот оно, видишь? Это видно, что весной еще. А этот-то прям свежий. Вот оно свежий. Да, да, видно. А-а, вон оно где, гляди. Что, нора? Ну, не нора, а зря. О, какое дерево он завалил-то и начнешь. Смотрите. Ой-ой-ой. О-о-о, вот это да. Так вот это да. Так оно, что бы на дерево-то зависло? Зависло, но... Туда опасно ходить. Вилка. Вот это-то спилили. Вот оно лежит большое. Вот оно какая. Да, большой. Тополя какие. Видно, что зубами поработал. Метр пятнадцать в диаметре. А вот в том году было свалено. Ой-ой-ой. Глядите, сколько он навалял. Вот им пускай они здесь живут. Ну, они к плотину грызут. А если здесь его сейчас тронуть, они туда пойдут. Здесь и пускай живет именно на поляне. Жалко. Вон, види, начал по новой. Ага. Сружки хотелить. О-о-о, бобер. А я подумал... А вон у него выход видно сразу, вон, водянистый. На берег, на берег. А-а-а. Вон, видно, смотри. Вон он где. Он прокатился оттуда. Угу. Это бобер. Видите, вода как идет. Видишь? Да. А чего ради она идет так сильно? А она заходит, вон, под берег. А значит, он где-то там. Да. Наш разговор слышит. По-русски это понимает? Нет, я не знаю. Бобер. Ну... Вон она, говоря, куда идет. Вон она туда. Сейчас туда надо пролезть и с той стороны. И все рассмотреть. Большое она нам беду делает. Сколько дамб испортили. А вот здесь они не мешают. Пускай живут. Люди говорят, как так? Да бобра-то такая шкура. Не знаю. Мы не можем поймать его. О-о-о. У него вот выходное отлетки. Да как хорошо сделано. Замаскировано. Ну, тут, конечно, может охотник его поставить. Да стоит ли говорить им про это? Так, стоп. Сейчас я проверю. Сейчас мы провалимся. Удяется на раз. Так. А тогда идет вон она где. Давайте пойдем туда. Э-э-э, бобер! Хорошо, как он подготовился к земле. Ну, наверное, у него и есть. У ребятишки есть? Есть ради чего? О, мель докуда дотянулся даже. Да, дотянул. Ух ты! Валился чуть-чуть. Нормально пора. Как бы его не потревожить, глядь. Ну, вот дерево тоже подпилил, вон. Дерево тоже подпилил? Да, подрубил он. Ну, пускай пилит. Нам эти деревья не нужны. Видимо, тополь у него вместо осинки. Наверное. Вот он где. Смотри, он как по воде. Вот молодец какой. Ну, трудяга. А там ему палка мешала. Он ее отгрыз пополам и проход сделал. Ну, да. Вообще, удивительная скотинка. А тут ему к шкуре-то привяжется, трепей-то убрать. Бобер, мы за тебя! Только плотину не трогай. Мы тебя не тронем, никому не расскажем про тебя. Да-да. Живи для бога. Смотри, он катается там по этой катушке у него. Горка. Он там с хвостом везет. Главное, труд это у него ночью. А днем почему? Потому что, видимо, времени уже нет. Вот он куда заходит. Ну-ка пойдем. Вот она грязная все. Значит, что-то он из травы готовит. Ну, наверное, какой-то там лениврец. А так лучше не вязать. Я не вязал такого, чтобы днем и так валить деревья. Какой-то больно работяга. Это прямо пример надо взять его. Ой-ой-ой. Надо как-то вылезти отсюда. Ну, я в ту сторону как раз смотрел. Я как раз в ту сторону смотрел и увидел. А вот чтобы не ты, я бы никогда тут и не подумал даже. Мы бы тут и не бросали. Лепее я приглаживаю. Хорошо. Хорошо. Вы потеряли время. Наверное, много, но за пару недель такую красотную. Это Крыдиага. Это не то, что там андакра, это крыша, я не знаю, американская. Это бобер русский. Русский. Представляете, там была ДОСА из Бобровой. ДОСИ. А что интересно? Ему картошка нравится, нет? А то можно ему туда ведерко два подкинуть. Будет, нет? Ну, можно ради эксперимента. Какой-нибудь мел... Я уже не скрываю, задобрить. Что только платину не трогал. Сколько мне платин-то погубили. Какие деньги мне пришлось сюда нанимать бобедзира и прочее. Ну, вот так. Мы в Италию скажем, в Италию. У бобра поучись трудиться. На бобра-то не обидится. Бобер это матушка, она примерно такая. А на огороде, видишь, какие банки? А дальше шухи и... Толорад. Андреевский флаг, говорит, похожий. А что он похож? Он тоже, видишь? Нет. Тоже что-то нет. Обязательно надо. Вот, Виталий. Посмотрел бы тебе, как в сторону. Бандер делается. Посмотрел у него, получив трудолюбие. Вот такие вот тополя отгрыз, повалил. Другие поменьше. А зачем ему это надо? Зачем надо? Так это жизнь у него. Строить. О, Надежда Васильевна идет. А вот два бобра похожие. Вот бобер главный. Смотри, колено не встает. Вот пример брать с кого надо. Живых бобров. Потом ты сходишь туда, посмотришь. А что посмотреть-то? Если у тебя записывается, я ему покажу. Ну и что? Наздевал одежек-то, рабочий называется. Смотри, смотри. Все понятно. О, матушка глянь. Не надо готовить. Не думай, ничего. Только работать. Я говорю, работать буду в обед. Да плохо его знает. Я подумал так. Раз сегодня богослужение, мы тебя отправим, все равно от тебя толку-то много нету. А ты молиться будешь там. Ну половину службу проспишь, как всегда. Потом помолишься. Неправда. Я сейчас не сплю. Я когда высыпаюсь ночью. Вот я и хотел узнать, смирение есть или нет. Сразу, неправда. Я... Да и сколько раз было за нос хватал, как матушку. Все, 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 все. Так если лет двадцать, а что сейчас спрашиваю? Девятый десяток идет. Девятый десяток. Сними с себя примерно три хотя бы одежки. Бобер уронил. Что, бобер продвинутый, да? О, ты что, нечесть. И мы сходили туда посмотрели. Там вот такой вот корпус. А потом на щурки утащил. О, просто забрось. Здесь зубы бобер. Говорят, у него зубы все время она наращивается. Там актологический кабинет, ни один бобер. В том мире не ходит. Ни разорядка. Ну все, ладно. Ребята, надо ехать дальше. Ну вот, тут, слава богу. Генерация-то. Два брами тут. Ну-ну. В основном. Один час остался и один. Сорок пять минут остался. Вадагин и бобра. Бери. Да ну не надо. Пускай убирай. А? Давай. Давай вам один. А то нехорошо. Это мы нарушаем наш обряд. Когда картошку копаем, тогда я не могу понять. Слава Христа.